Привет! Всем привет! С вами Виктор Мостиславский и Галя Новоселова. На дворе лето, поэтому сегодня мы не за партами в школьном классе. Да, учебный год закончился. Ура! Можно радоваться этим летним каникулам. Учебный год закончился не только у учеников обычных школ, но и у кадетов. Но мы успели побывать в военном институте. Там, где у ребят проходят занятия. Сабина Аскерова расскажет об особенностях обучения у кадетского класса. Товарищ Виктор Мостиславский, первая отделение внутреннего рассмотра построено. Учебный день у кадетов начинается с построения вот здесь. Проверяется внешний вид, а командиры отделения отчитываются о готовности. Обучение у кадетов во многом отличается от обучения в обычных школах. Ходят в строем. Вместо класса взвод. Вместо классного руководителя командир. Огневая строевая подготовка. Общевоинские уставы. Военная история. Технологии информатика даются кадетам пусть и не совсем легко, но с огромным интересом. Больше всего времени кадеты уделяют изучению военной истории. Сегодня тема урока. Дни воинской славы России. Под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении. Дело в том, что в последнее время некоторым вопросам истории вообще дается забвение, перевирается. Наша задача, чтобы ребята вопросами военной истории владели и были точными в этих понятиях. Распорядок дня кадета все четко по часам. В 8 утра они построились, провели у них утренний осмотр. Если у них занятия со мной, то идем на плац, строевая подготовка. Если занятия какие-то у них другие, они, соответственно, идут взводом на свои занятия. На физкультуру, на информатику, на военную историю. Сейчас под кадетским знаменем стоят 66 человек. И абсолютно каждый воспитанник гордится своим званием. Я собираюсь пойти по военному делу дальше. То есть я увлечен всем. И военная история, и технология. То есть все это мне нравится. И никаких сложностей в этом нет. В военном институте мы обучаемся. Нас тут учат быть более выносливыми, спортивными. Наращивать мышцы. Становятся более сильными, спортивными. И с достоинством нести звание кадетов. И практически каждый кадет в будущем планирует связать свою жизнь с военной службой. Максим Сафонов с самого детства интересуется спортом и военным делом. И благодаря своим стараниям и заслугам уже получил звание старшего вице-сержанта. И это значит, что он уже может командовать своим взводом. Максим является примером для многих в спорте, учебе и поведении. У меня брат был в кадетском классе. Я тоже был заместительником командира взвода. Родители тоже военные. И я осознанно иду. В военный институт. Кадетское движение в городе Серпухов появилось 24 года назад. Уже несколько поколений мальчишек выпустились. И практически все они с успехом проходили срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации. И поступали в военные институты. Заканчивали их с отличием. Долгожданные каникулы наступили не только у учеников школ, но и у воспитанников секций, студий. Отгремели их отчетные концерты и выступления. Вокальная студия Лира устроила для своих зрителей шикарный отчетный концерт. Надя Орлова побывала там, пообщалась с ребятами за кулисами. На сцене почти 40 ребят от 4 до 18 лет. Девчонок, мечтающих быть знаменитыми артистками, больше, чем мальчишек. И трудности никого не пугают. Например, от волнения иногда пропадает голос. На отчетном концерте звучат, конечно же, самые лучшие номера. Руководитель студии Александра Медведева рассказала о том, как подбирается репертуар. Конечно, слово «руководитель» безусловно последнее. Но лично у меня песня должна нравиться ребенку. Если она реально нравится, он ее совершенно по-иному поет. С искрой внутри, с душой. Потому что если будет ребенок выходить и петь то, что ему сказал педагог, просто вот как робот, это совсем другое. Попасть в студию странного вокала Лира может не каждый. Ежегодно в сентябре проводится прослушивание для всех желающих заниматься. Отборочный этап проходят те ребята, которые обладают музыкальным слухом. Воспитанница студии Екатерина Малышева рассказала о том, почему выбрала именно пение. У меня с детства были видные способности к этому делу. И мои родители сразу обратили на это внимание, дали мне на вокал. Обучение вокалу начинается с постановки дыхания. Ведь, как говорят преподаватели, правильное дыхание – основа правильного пения. Далее идут вокальные и артикуляционные упражнения, отработка репертуара. Может быть, это немножко нескромно, но я очень люблю свой тембор. И когда я пою, я этим наслаждаюсь. Естественно, мне хочется все больше и больше изучать новых песен, стараться расширять свой диапазон, улучшать свое мастерство. Это все меня вдохновляет. История Лиры берет свое начало в 2008 году. Именно тогда она была создана при ДК «Россия». Уже в 2015-м она, защищаясь на отчетном концерте перед комиссией, смогла завоевать звание образцовой. На начальном этапе мы ставили задачу создать хороший коллектив, сплоченный, достаточно массовый, чтобы ребята могли выступать на площадках города, показывать себя на муниципальном каком-то уровне, на областном, на всероссийском, на международном. И у нас это, слава богу, получилось. В следующем сезоне воспитанники хотят достичь больших успехов и добиться новых побед, стать участниками и победителями всероссийских и даже международных конкурсов. Вить, как же они восхитительно и чувственно поют. Я под впечатлением. Ребят надо отправить на проект «Голос». Что ж, они молодцы, думаем, надо попробовать. Это хорошо, когда человек занимается любимым делом. Ты видела, как танцуют наши Даша и Маша? К сожалению, нет. Тогда тоже посмотри сюжет нашей Маши. Отлично, посмотрю. Все начинается с разминки, растяжки, а уже потом репетиции концертного номера. Танцевальный коллектив «Наследие» занимается на базе пятой школы уже три года. Руководитель Екатерина Викулова преподает своим ученикам современные танцевальные направления. В основном это джаз-модерн и контемпорай. Современный танец – это, можно сказать, целые спектакли. В номере прослеживается сюжет, который передается через пластику, движения, элементы какие-то определенные. Это очень интересно. Чтобы все хорошо получалось, нужно не только уметь красиво двигаться под музыку, но и быть пластичным. Для этого немало времени нужно уделять растяжке. В движении в каждом упражнении есть своя сложность и не всегда все получается. Но со временем учишься и становится все больше и больше получаться. В коллективе занимается семилетняя дочь хореографа. Они уже участвуют в постановках. Перед выходом на сцену волнуются, ведь ей так важно не подвести маму. Выбегаю в танцы, да, я немного волнуюсь. И как ты с этим борешься? Ну, просто выдыхаюсь в обстрах и бегу. В этом коллективе танцую я. Поэтому, когда девчонки включили музыку, признаюсь, что не смогла удержаться и тоже встала на паркет. Поллектив театра танца «Наследие» молодой, но он уже успел побывать на многих конкурсах и завоевать призовые места. И каждая участница мечтает достичь больших высот в хореографии. Поэтому все сорателем. В каком телевизионном проекте ты бы хотела поучаствовать или в каком конкурсе хотела бы победить? Ну, вообще, хотелось бы поучаствовать в проекте лучше всех, но я считаю, что я еще не совсем готова идти туда, потому что мало навыков. А насчет конкурсов я бы хотела поучаствовать в конкурсе, который проходит в Москве по современному танцу, но я тоже считаю, что я не совсем готова. Современные направления развиваются и очень популярны, потому что у людей изменился ритм жизни. Он стал более динамичный и энергичный. Все это отражается в современных танцах и музыке. Галь, а чем ты увлекаешься, ну, кроме журналистики? Музыкой и рисованием. Здорово. А как ты относишься к скейтбордингу? Если честно, я боюсь смотреть на их трюки. Скейтбординг – это экстремальный вид спорта, так же, как и прыжки на самокатах. Настя Новикова сняла сюжет про серпуховских скейтбордистов, и прямо на глазах у съемочной группы один мальчик упал с самоката и сломал себе правую руку. Ничего себе, да ему повезло, что в школу ходить не надо. Ну, это вопрос спорный, никто бы не заставлял его писать контрольные, но спорить не будем. Тогда будем смотреть сюжет. Такой вид спорта, как скейтбординг, появился относительно недавно и стремительно набирает обороты. Здесь, на Спартаке, всегда много подростков, которые выполняют различные трюки на скейтбордах и самокатах. Эффектные трюки, высокая скорость, всплеск адреналина – за это молодежь так любит скейтбординг. И даже несмотря на травмоопасность. Дмитрий Поленко катается на скейте с 2011 года. Пока признается – все цело. Пару раз лишь были растяжения и ушибы. Ну как, не только хобби, это уже как часть жизни в основном стало. Долго занимаюсь этим, мне это интересно. Мне нравится в первую очередь индивидуальность этого спорта. То, что он только необычный. То есть люди некоторые приезжают и не понимают, считают это более детским занятием. Хотя в то время это очень серьезное дело. А вот у Семена Власова опыт катания небольшой. Впервые встал на самокат 7 месяцев назад. Сюда на площадку он приходит ежедневно. Оттачивает прыжки. Не все трюки получаются сразу. Иногда подводят транспорт. Ну, от падений всяких. Не, ну если учить сложные трюки, то попытки бывают падения. Сам учусь, просто беру и пробую. Оказывается, скейтбординг, как экстремальный вид спорта в Серпухове, достаточно развит. По нему даже проходят соревнования, где принимают участие все желающие. В детстве я занимался футболом и баскетболом. Мне как-то нравилось. Потом я просто познакомился с этим видом спорта. И он мне понравился больше, потому что он скорее индивидуальный, чем командный. И в нем как-то больше творчества и творческого развития. Это не просто хобби, это моя работа уже много лет. Я веду секции, то есть занимаюсь с детьми, обучаю их катанию. И организовываю соревнования по скейтборду. Вот этот скейтпарк с прошлого года, с лета существует, ему скоро год уже будет. Вот. И в том году тут прошли, наверное, три или четыре соревнования. Денис научил и меня стоять на доске. Оказывается, непросто удержать равновесие. Я чуть не разбила себе нос. Вот. Значит. Катание на скейте и самокате действительно интересное, хоть и экстремальное занятие. Дух захватывает при виде динамичных трюков. Так что, если вам нравится получать адреналин, то скейтбординг точно для вас. В начале июня отмечается Международный день друзей. Ты поздравил своих друзей с праздником? К сожалению, нет, я забыла. А ты-то сам поздравил? Да я тоже что-то забыл. А вот Снежана не забыла и не только напомнила всем о существовании Международного дня друзей, но и провела опрос на эту тему. Как много у тебя друзей? Много. Очень. Достаточно. Человек пять. От силы. У меня из этой команды все друзья. Я с ней всегда играю. И дружу. На самом деле друзей не должно быть много. Друзья должны быть верными. Поэтому, мне кажется, хороших друзей не так много. Ну, много. Есть друзья. Я уже на пенсии. Какие у меня такие друзья? Дети, внуки. Это мои друзья. Ну, не особо много. В школе у меня, конечно, есть друзья, но... Ну... Немного. Да. Только самые лучшие еще больше всего. Ну, точнее, меньше. Есть ли у тебя лучшие други? Как его зовут? Его зовут Ваня. Лучшего друга нету. Но есть достаточно много хороших друзей. У меня лучший друг Владик. Как ты проводишь время с друзьями? Хорошо, весело. В магазин ходим, в футбол играем. Гуляю в парке. Иногда хожу куда-нибудь в кино, например. В кафе. В бот играем. Обычно в школе, в последнее время, ну, разговариваем, там, гуляем на нюрочке. Что для тебя дружба? Ну, не знаю. Это хорошо на душе. Какими качествами должен обладать лучший друг? Он не должен продавать. Должен помогать. Ну, он должен быть честный, веселый. Ну, наверное, верность к дружбе. Потом интерес к твоему хобби и так далее. Должен быть общий интерес с другом. Понимание, верность. Ну, и помощь в ту одну минуту. Не предавать тебе это, тебя дружить, не кидать. Он должен всегда выручить из беды. Ну, например, если зимой провалился под лед, он вдруг может вызвать спасателей, и они могут спасти меня. Настоящий друг – это тот, кто понимает тебя всегда. И может помочь себе в ту одну минуту. За что можно простить друга? Ну, я не знаю. Предательство, обман нельзя простить. Остальное можно, наверное. Простить нельзя предательство. Остальное, наверное, можно простить. Друг – это тот, кто всегда рядом. Даже если он куда-то езжает, он всегда мыслено с тобой. Правда, Соня? Правда. Эта программа у нас юбилейная, пятая. Ой, точно. А ведь только недавно мы приступили по рок-студии, побывали там на экскурсии. Проекту «Школьное телевидение» уже почти полгода. Но мы уже являемся участниками премии «Наша Подмосковья». Да, очень хочется победить. Да. Андрей Солдатов записал интервью с нашим наставником Олесей Акинфеевой. Видимо, хотел узнать, что нас ждет дальше. Не только. Она вернулась с международного конкурса с победой. Гордимся нашими первыми достижениями. Проект «Школьное телевидение» сортовал совсем недавно, в феврале. Но нам уже есть чем гордиться. Сегодня я пообщаюсь с нашим наставником Олесей Акинфеевой. Здравствуйте, Олеса Александровна. Здравствуйте, Андрюш. Вы недавно вернулись с Международного экологического телевизионного фестиваля. Какие вообще впечатления у вас от него? Международный телевизионный и экологический фестиваль «Спасти и сохранить» проходит в Ханты-Мансийске уже 22-й год подряд. Это такой масштабный очень проект, организованный правительством Ханты-Мансийского автономного округа и телекомпанией ВГТРК. Ежегодно на этот фестиваль приезжают не только со всей России, но и из других стран мира журналисты, которые пишут и снимают на экологическую тему. Около 10 номинаций. В каждой номинации выбирают лучшего. В том году я уже была на фестивале. На тот момент я работала на техкомпании ГТРК «Смоленск» и привезла приз Долотая Гагара в номинации «Телевизионный проект». И именно в том году я узнала о том, что в рамках вот этого взрослого фестиваля проводится и детский конкурс. То есть ребята от 6 до 17 лет присылают свои работы также на экологическую тему и соревнуются между собой. И уже тогда у меня родилась идея, хотя еще не было проекта, что обязательно нужно поучаствовать и в детском конкурсе. И, наверное, я вот чувствовала, что у меня в Серпухле будет такой уникальный, очень интересный проект. Когда мы готовили очередной выпуск программы «Не уроки», я Марку предложила тему раздельного сбора мусора. Он ее так подхватил. Ему, как маленькому ребенку, очень интересно было. И непонятно, что происходит с пластиком, который собирают в городе отдельно, в специальной сетке, куда его везут и вообще почему, зачем его нужно собирать отдельно. Так вот, он провел такое свое маленькое расследование. Эту работу мы отправили на фестиваль. Специальный репортаж о раздельном сборе пластикового мусора получил специальный приз и был высоко отмечен профессиональным компетентным жюри. Чем интересен фестиваль? Тем, что это не просто экскурсии, знакомства друг с другом и просмотр конкурсных работ. Это ежедневные мастер-классы с именитыми авторами, которые учат себя, как работать с камерой, как работать с аудиторией, как правильно задавать вопросы. И на этом фестивале мы готовили анимационный такой фильм. То есть все-все-все дети на фестиваль смогли приехать только около 30 человек и подготовили мультик на экологическую тему. А вы ожидали эту награду или надеялись на нее? Вот честно, нет, абсолютно мысли не было о том, чтобы получить что-то, тем более специальный приз, и так как это преподнесли, отдельно выделили. В таких фестивалях нужно участвовать только потому, что они дают такой заряд вдохновения, бодрости, хочется творить, хочется развиваться и двигаться дальше. А просто расскажите нам, с чего вообще начиналось школьное телевидение для вас? Для меня неожиданно очень все начиналось. Я не думала, что это выльется в такой интересный проект. В феврале вы пришли на экскурсию на нашей телекомпании. Мне просто попросили провести вас по аудиториям, рассказать, как вообще организован вот этот телевизионный процесс, как делаются новости. Мы с вами, помнишь, пообщались, познакомились. И как-то еще непонятно было, вообще получится, что или нет. Но, на мой взгляд, все получилось. Но самое главное, что мы стали командой. Вот времени очень мало прошло, но ты чувствуешь, что мы очень сдружились, и не каждый тянет на себя одеяло. Мы делаем один телевизионный продукт и стараемся делать его качественно. Как вы считаете, чему мы за пять месяцев научились? И вообще оправдали ли мы ваши ожидания? Давай начнем со второго вопроса. Естественно, вы оправдали мои ожидания. Вы очень талантливые, вы очень тонко чувствующие дети. Мне очень приятно, что мы с вами на одной волне. И вы как губка впитываете все, что я вам рассказываю, там, с учетом, ну, своего определенного опыта. Я не могу сказать, что я много знаю, много умею. Но вот что-то, конечно, могу, что-то понимаю, да, и стараюсь вам передать. И вы вот такие молодцы, всегда с горящими глазами слушаете, повторяете, учитесь. Вот что вы уже можете. Грамотно выражать свои мысли можете. Вас этому и в школе учат, здесь мы закрепляем. А не бояться камеры. Вот самое страшное для телевизионщика – это привыкнуть к тому, что тебя снимают. Хотя, вот сейчас нас снимает камера, не совсем привычно, потому что для меня куда удобнее позиция стоять вот с микрофоном, да, и задавать вопросы. Вот. Учимся задавать вопросы. Мне кажется, что вот еще в феврале, в марте вот прям ни один вопрос не слетал с губ. А что спрашивать? А к кому подходить, да? Сейчас вы не боитесь подходить и спрашивать. Есть ли у вас какие-нибудь планы на будущее? Конечно, у меня есть планы. Во-первых, мы только стартанули с нашей программой не уроки. Давай так, давай честно говорить, что пока это не идеальная программа. У нас много там и ошибок есть, и всяких нюансов, да. Поэтому нам нужно сделать ее еще более профессиональной, более достойной вид должна иметь программа. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы монтировали тоже сами, да, чтобы потихонечку, вот, понятно, что это не каждый сможет, но каждый попробовал и понял вообще, насколько это сложно правильно выстраивать видеоряд, сменять планы крупные, там, средние и так далее, да. Есть ряд задумок, но я не хочу пока честно говорить, чтобы не спугнуть, да. Вот сейчас летом чуть-чуть отдохните, наберите сил, и в сентябре мы приступим с воодушевлением и по-новому. Спасибо большое, я вообще очень рада, что вы у меня есть, у нас происходит с вами такой взаимный обмен энергии, я у вас очень многому учусь, вашей непосредственности, вашей удивительности, поэтому я вообще счастлива, что у нас есть возможность реализовывать наш проект «Школьное телевидение», и у нас обязательно все получится. А напоследок еще чуть-чуть о нас. Нескромно, конечно. Да. Помнишь, когда нам Олесия Александровна вручала грамоты об успешном окончании первого этапа обучения тележурналистики, Даша Зудина позадавала нам немножко вопросов? Конечно, помню. Так вот, она проанализировала ответы, и вот что у нее вышло. Ты забыла что-то говорить? Может, не будем? Какие впечатления ты получил за пять месяцев в проект или уроке? Я получил только положительные впечатления, эмоции. Очень нравится наш проект, и особенно нравится наш руководитель. Хорошие. Впечатления в большинстве только положительные, потому что у нас веселая команда, интересно этим заниматься. Ну, я сразу поняла то, что у нас будет команда дружелюбная, будут очень хорошие отношения, и мне очень нравится наш руководитель. Я восхищаюсь этим проектом. Мне очень интересно. Получается делать опросы довольно, расписывать их, а не получается считать за кадрой текст. Все хорошо. Я научилась ходить на интервью, научилась, много всего научилась. На опросы ходить, быть ведущим. Как делаются сюжеты, как быть ведущим. Ну, на самом деле, скорее всего, нет. Мне это просто интересный опыт. Скорее нет, это как хобби у меня. А сейчас я сама себе задам вопрос. Даша, тебе нравятся проектные уроки? Да, я в восторге. А какие впечатления ты получаешь? Я считаю, что мы большие молодцы. Мне нравится наша сплоченная команда, профессиональные операторы, чуткий и понимающий руководитель. Я надеюсь, что мы не остановимся на достигнутом. Спасибо большое. Не за что. Все? Наконец-то? На сегодня это все. Следующий выпуск универоков выйдет в эфир в августе. Мы не прощаемся надолго. Пишите нам на электронку. Смотрите нас на ютубе. Лайкайте в инстаграм. Удачного лета и хороших впечатлений. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok